Мне кажется, гораздо важнее это то, какие мысли у нас вызывают эти картины и эти образы, о чем мы начинаем рассуждать. Библия – это книга книг. Как ни относиться к этому, это все равно книга книг. Это большой свод прекрасных художественных, исторических, нравственных, поэтических текстов. И мне кажется, что школьникам было бы очень полезно знакомиться с этими текстами не в контексте религиозности, а именно в контексте какого-то художественного наследия. И чтобы как-то структурировать ту информацию, которую мы имеем здесь, я подумала, что можно разделить на две части. Ветхозаветные сюжеты и новозаветные сюжеты. Ветхозаветные сюжеты охватывают очень большой период Ветхого Завета, и новозаветные сюжеты охватывают всего 3-3 года реальной жизни, реального человека. Вот, Ветхозаветные сюжеты. Все-таки самый первый Ветхозаветный сюжет – это «Изгнание из Рая». Вот здесь расположен небольшой такой вот… «Изгнание из Рая» Субтитры создавал DimaTorzok Те работы, которые я видела вживую, все они наполнены какой-то такой растерянностью, что ли, персонажей. Может быть, это какое-то мое личное субъективное такое видение, но вот мне кажется, что никто не доволен происходящим, все не понимают, как это может произойти. И вообще я вот так вот думала, какое значение этот сюжет мог иметь в жизни Бруссуловского. На самом деле, наверное, это тема изгнания. Ведь это был период, когда уезжало очень много людей из России, уезжало лучших людей. Это было время, когда из Екатеринбурга уезжали в Москву люди именно этого, именно серьезного и интересного. Но, по-моему, разумеется, что-то такое домысел. И просто вот сам сюжет изгнания из рая, возможно, это ничего большего, кроме как изгнания из рая, за этим не стоит. Перейдем мы все к большой картине, которая опять нас примут весь Лизавет. Когда ее перевозили, ее полностью снимали из подрамника, Бруссовский сам этим занимался. Это сворачивали вот так вот, делали специальный каркас, сворачивали как книгу и, в общем-то, вот так вот переводили. Эта картина состоит из очень большого количества институтов. И каждый маленький сюжет, который мы будем рассматривать отдельно, это уже повод о чем-то размышлять и о чем-то говорить. Здесь очень много каких-то символов и знаков. Например, вот для меня, посмотрите посреди картины, не Бог, не Архангел, не Адам и Ева, а Змей. И при всем при том, что нет Нимбов ни у Бога, ни у Архангела, посмотрите, у Змея какой-то веночек. Как это трактовать? Есть в этом какой-то смысл? Я не знаю. Каждый раз, когда мы разговариваем в этой картине, кто-то видит свои символы и спрашивает, а что вот это как ты считаешь? А что вот это как ты считаешь? А почему Архангела в Ордере висит? А врач Услав Алексеевич Вайман, его почему-то поражало, что он для тех львов, как бы один глаз в общем. Что вот можно посмотреть, что этот глаз принадлежит тому льву, а можно посмотреть, что этот глаз принадлежит этому льву. То есть каждый увлекается какой-то своей символикой. И вот посмотрите, опять же, светлая женщина. У нас есть самая благодарная задача пытаться понять, что художник сказал, хотел сказать. Так получилось, что я много общалась с художниками, много смотрела. И сколько-то сама, я не могу себя назвать художником, но я всегда занимаюсь какой-то творческой деятельностью. Я пишу, я занимаюсь стеклом. И поэтому немножечко мне знаком вот этот вот механизм, как возникает нечто. Миша Шайевым человеком был глубоким, хорошо образованным, с очень богатым внутренним вером. В этом, в его жизни было очень много самого разного. Он видел в своей жизни и чудовищ, и ангелов, и жизнь его была и тяжелая, и веселая. И судьба его наградила и любящими женщинами, и верными друзьями. И в то же время судьба его столкнула с предательством, со всеми с чем угодно. И вот представляете, вот живет художник, и все вот это вот внутри его, вся его жизнь, все его знания, все его мучительные размышления и о жизни, и об искусстве, и о людях. И все это живет в его душе. Все это живет где-то в глубинах бессознательного и варится в каком-то большом котле человеческой души. Какие образы выныривают на поверхность? Кто эти образы вытягивает? Никто, никогда, ни один художник сознательно любитель нет этого. Поэтому я скажу совершенно точно, зачастую художник не знает, что он в истории. Как сказал сам Мишишаевич, сюжет – это всего лишь повод поговорить о чем-то. Это всего лишь сюжет. О чем хотел сказать художник? И стоит ли вообще задаваться таким вопросом? Сейчас, кстати, об этом не очень принято говорить. А раньше почему-то и экскурсоводы любили на эту тему порассуждать, и люди любили порассуждать. Что, интересно, он хотел сказать им, Петя? Мне кажется, бессмысленно об этом говорить. Что он хотел сказать? Он, собственно, сказал. Художник мыслит красками. Поэтому, что хотел он сказать, он сказал. Мне кажется, гораздо важнее – это то, какие мысли у нас вызывают эти картины и эти образы. О чем мы начинаем рассуждать. О чем мы начинаем задумываться. Каждый ведь видит свой сюжет. Вот даже про того же Самсона, да? Я вот сказала, мужчина не эмоциональный. А кто-то сказал, он устал. То есть мы все видим совершенно по-разному. И мне кажется, любая картина – это просто для нас повод порассуждать о чем-то своем. Может быть, помолчать о чем-то своем. Субтитры подогнал «Симон» Ну, вот такая вот большая красивая картина, которой я думала, что мы наш обход закончим. Это же Володь, да? Нет, я не думаю, Лен. Я думаю, что это Кошина Муцловского даже походу. Мы думали, что это было. Но я не думаю, что это было как-то… Где-то есть осознанно эти вещи, где-то неосознанно. Конечно, наверное, все же говорят, что художники сами себя рисуют. Я думаю, что это тоже… Ну, а кто еще центр мира, если и не сам, конечно. Вот. Не знаю, насколько вам было полезно и интересно. Все это было. Весь этот мой разряд был. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»